Теперь еще немного хотелось бы осветить неисправности двигателя дизельного Freelander 2. В предыдущем ролике мы рассказывали, что может быть, если у нас срывается ремень ГРМ, а теперь мы хотели бы рассказать еще одну неисправность, которая редко, но все-таки систематично бывает на всех Freelander. В данном случае, на данном Freelander поступила жалоба клиента, что он не может завести машину. Стартер крутит, двигатель проворачивается, но автомобиль не заводится. Первое, что мы выяснили по диагностике, что не поступает топливо в топливную рампу, то есть в магистрале высокого давления рампы не создается давление, то есть ТНВД не качает. Проверили подачу топлива к ТНВД, проверили уровень топливного бака и пришли к выводу, что каким-то образом ТНВД не создает нужного давления. И причина, скорее всего, механическая. Вернее, когда мы уже сняли ТНВД, то увидели, что он не крутится, потому что один из распредвалов, который приводит в действие, у него наконечек просто обломался. Поэтому пришлось снимать крышку головки блока цилиндров. И для того, чтобы вам все это было понятно, что произошло, вот у нас непосредственно сам ТНВД. Но суть его заключается в том, что для того, чтобы он работал, вот этот основной вал, вот он даже, должен вращаться. Сейчас, вот, я сейчас его так немножко с трудом проворачиваю. Вот благодаря тому, что вращается этот вал, он создает движение всех других механизмов, которые за счет движения пунжеров создают давление. И вот в чем проблема. В данный момент вы видите выпускной вал. И вот именно выпускной вал должен приводить в движение, должен приводить в движение сам насос ТНВД. Но он банально просто отломился. Вот они вот эти кусочки. Там за счет того, что наконечек вот этого вала разломился, то просто привод на ТНВД перестал поступать. Соответственно, топливо перестало поступать в рампу высокого давления. Вот эта ситуация типичная. Значит, проводя анализ данных неисправностей, можно сделать следующую гипотезу. Она заключается в следующем, что каким-то образом, в какой-то момент, по какой-то причине, подклинил сам ТНВД. Какой-то его внутренний механизм. В следствии чего, при запуске, либо во время работы, скорее всего, чаще это бывает при запуске, когда вращается стартер, произошел облом наконечника выпускного распределительного вала. И привод ТНВД переступал работать. Фазы как бы сохраняются, не нарушаются. Двигатель крутится, компрессия есть, но ТНВД не работает. Поэтому, кроме того, что надо менять, естественно, сам новый выпускной вал, новый выпускной вал, непосредственно, предполагая, что ТНВД, скорее всего, подклинивает, надо менять и новый ТНВД. Чтобы не получилась такая проблема, что мы ставим старый ТНВД, вроде все работает, через некоторое время вал опять сломается. Поэтому мы клиенту оговорили все вот эти риски, и клиент принял решение менять ТНВД на новый. Вот так вот выглядит новый вал. Естественно, он будет меняться. Вот вы видите, как должна выглядеть. Вот этот приводной наконечек, вот за счет вот этих пазов, и вставляется он непосредственно в привод ТНВД, и вот этот наконечек вала, он и вращает сам ТНВД. И поэтому вот этот вал придется заменить, то есть выпускной вал на новый. Станислав, можешь немножко прокомментировать вот все детали, которые мы непосредственно сняли. Вот я смотрю два распределительных вала, впускной, выпускной, ТНВД. Вакуумный насос. Вакуумный насос в предыдущих роликах мы уже упоминали, он уже приводит действие вот за счет вот этого наконечка от впускного вала. Здесь накрыта топливная рампа. Я смотрю, обратка трубка. Да. И вот топливные форсунки. Топливные форсунки. Так как у нас трубки топливного высокого давления, они у нас одноразовые, поэтому мы меняем все эти трубки на новые. То есть согласно технологии ремонта. Потому что если мы поставим старые, у нас возможно будет течь. Далее мы видим, что форсунки обязательно должны быть пронумерованы и поставлены на те же цилиндры. Вот в этом плане. Это же новые ставятся уплотнительные кольца. Уплотнительные кольца вот здесь, да? Да, на систему вентиляции. Ага, сейчас я вот их здесь найду. Вот они, уплотнительные кольца системы вентиляции. Они вот здесь все одеваются. Это у нас маслоделитель. Так, это у нас непосредственно сама клапанная крышка. Кроме того, мы еще переуплотняем поддон. Теперь немножко поясняем, чтобы было понятно. Дело в том, что вот часть этих обломков, которые мы показывали, они попадают вниз двигателя. И когда они попадают вниз двигателя, они могут застрять либо в механизме балансировочных валов, либо непосредственно сесть в поддоне. Если не окажется механизм балансировочных валов, то какое-то масло постоянно в картере разбрызгивается, и какой-то кусок опять может попасть в балансировочные валы или подцепь масляного насоса. На пустном коллекторе? Так, устанавливаются новые кольца на пустном коллекторе. Это у нас электронная дроссельная заслонка. Здесь одно из колец двух форм, поэтому в таком виде. Я понял. И поэтому вот это у нас удлинитель. Пока у меня чистые руки, я беру. То есть мы потом покажем, что снизу двигателя сначала стоит удлинитель, а уж только потом поддон. То есть, чтобы все владельцы дизельного Freelander 2 понимали, что снизу двигателя сначала устанавливается вот этот удлинитель, почему? Потому что снизу коленвала еще расположен механизм балансировочных валов. Это можете зайти на наш сайт, и там вот описано принцип действия этого механизма. И для того, чтобы немножко удлинить нижнюю часть двигателя, вот такой удлинитель и непосредственно сам поддон. И таким образом масло может утекать либо через эти уплотнения, либо через это уплотнение. То есть тогда надо будет снимать и поддон, и сам удлинитель, тщательно зачищать его. Вот сейчас вот наждачкой производится зачистка. Потом переуплотнять герметиком и заново устанавливать. Все это делалось только для того, чтобы выявить или подстраховаться, и избавиться от каких-либо кусочков, железных кусочков, которые остались от разломанного наконечника впускного вала. И вы можете посмотреть, что нам приходится еще снимать. Впускной коллектор, это мы уже показали. Вот. Ремень ГРМ. Ремень ГРМ. Да. Это у нас клапан EGR непосредственно с охладителем, чтобы понимали. Вот исполнительный механизм клапана EGR. Вот. А это его охладитель. На Freelander E2 он один. На Discovery их два, так как он V-образный, 6-цилиндровый. А здесь однорядный 4-цилиндровый. А вот теперь с этой части можно увидеть, что вот у нас непосредственно сам шортблок двигателя, его нижняя часть. А вот этот цепной привод масляного насоса. То есть здесь вот это у нас масляный насос. И поэтому, если какой-то кусочек металла окажется в картере от распредвала, который раскрошился, то, соответственно, может создать большие проблемы в работе и придется делать серьезный ремонт уже двигателя. И вот она, ведущая шестерня коленвала. А вот вы видите, ремень ГРМ, когда мы меняем, он идет в обводку непосредственно с помпой. Вот она помпа. И поэтому, когда клиенты меняют ремень ГРМ, очень рекомендую поменять помпу, потому что обидно будет, если она будет течь. А вот теперь посмотрите. Вот так снизу выглядит механизм балансировочных валов. Вот это, как мы говорили, вот он масляный насос, вот это его масляный заборник, маслозаборник, приводит действие от цепи. А суть балансировочных валов заключается в том, что они приводятся действовать за счет шестерни коленчатого вала. И здесь расположены два вала, которые в противовес, противотакт, вращению коленчатого вала балансируют все колембания, которые создает коленчатый вал. Так как двигатель всего лишь четырехцилиндровый, он не обладает большим балансировочным эффектом, по сравнению, допустим, с шестицилиндровым двигателем, рядным, либо В-образным. И для того, чтобы снизить колебания, либо вибрацию всего вот этого дизельного двигателя на Фрилендер 2, вот установлен механизм балансировочных валов. Вот здесь мы уже видим, что уже виднеется щека коленвала. Вот таким образом коленвал крутится, а вот здесь валы, которые расположены внутри, вот она под эти крышки, вот у нас концы валов. Давай валы вот эти отсюда снимем. Вот это один вал и другой вал. Вот они валы. И вот эти валы, они сделаны так, что они как бы в изотакт, в антитакт или противотакт, непосредственно к коленвалу, крутятся, чтобы сбалансировать, сбалансировать. И вот вы видите, здесь мы видим уже шестерню. Вот этих балансировочных валов. Вот если сюда попадет какой-то кусок железки, если у нас куски обломашивающихся распредвала, которые приводили ТНВД в действие, окажутся где-то вот здесь, вот здесь, то может выйти из строя весь двигатель. Только из-за этого нам приходится снимать весь поддон вместе с удлинителем, только для того, чтобы перестраховаться. Либо найти, либо не найти вот этот кусок отломавшихся железяк. Вот они куски. Когда мы собрали, вот так все воедино, мы увидели, что одного маленького кусочка нет. И вот именно за этого приходится делать вот такой большой ремонт. Как можно постраховаться от этого? Ну, в первую очередь, не доводите ваш топливный бак до минимального уровня, потому что вы можете обсохнуть, и тогда система завоздушится, и какое-то время ТНВД придется крутить на сухую. Дело в том, что на Freelander E2, дизельном, ТНВД устроен так, что у него нету никакого вспомогательного подкачного насоса, погружного в баке. Поэтому он сам, назовем так, высасывает, высасывает с бака, начиная сзади, через чью-то длину автомобиля, сам высасывает, за счет того, что у него стоит шестеренчатый подкачной насос. Уже подкачной насос создает некоторое давление и подает в пунжера высокого давления. И если он будет долго крутиться на сухую, сам ТНВД может заклинить. Заклинить. Поэтому никогда не доводите уровень топливного бака до отметки минимум, потому что вы подвергаетесь риску обсохнуть, и обсохнет вся система высокого давления. Как низкого, так и высокого давления. КОНЕЦ КОНЕЦ Кроме того, на филон интервала бывает такая неисправность, что нарушается работа показаний датчиков уровня топливного бака, и поэтому владелец зачастую может не видеть, что топливный бак уже пустой, ему будет показание прибора показывать, что бак еще полный, на самом деле он сухой. И таким образом обсохнуть. То есть обсыхание топливного бака создает предпосылки за оклинивание ТНВД. Почему в данном случае произошел облом? ТНВД мы крутим вроде не заклиниванный, то ли в момент какой-то он подклинил, то ли просто какая-то усталость металла произошла, и вследствие чего произошло разрушение. Вот такие бывают неисправности, и, к сожалению, ремонт достаточно большой. Достаточно большой. Меняется распредвал, меняются все топливные трубки, меняется ТНВД, приходится снимать весь поддон и перестраховываться. Ну, заодно клиент совместил данные все работы замены ремня ГРМ. Так что, единственную рекомендацию, которую мы даем владельцам Фрилендер 2, чтобы не случалось вот именно такой неисправности, это не давать предпосылок обсыханию топливной системы. То есть, не доводите до горения лампочки уровень топливного бака. И всегда немножко следите. Залили полный бак, проехали определенное количество километров, потому что показания прибора иногда из-за ошибки датчиков может вам врать. Просто немножко держите голове, вот, когда последний раз вы заправлялись, и сравнивайте, допустим, по пробегу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok